Здравствуйте! Еще одна посылка. На этот раз посылка шла по России, из города Москвы. И шла она из интернет-магазина nas21.ru Точнее, магазин называется нас 21 век. Магазин, ну как явствует из названия, торгует продукцией такого военного и туристического назначения, скажем так. Там очень много продукции, именно военной, да, со складов, что распродают. Вот такого очень много. Как нового, так и бэушного, кстати. Кое-что меня заинтересовало, и я это кое-что заказал. Я, честно говоря, думал, я много отзывов об этом магазине не нашел. Нашел, правда, их канал на YouTube. У них есть собственный канал на YouTube. А вот с отзывами как-то совсем туго по поводу этого магазина, поэтому решил рискнуть и заказать сам. Посмотрим, что пришло и что не пришло. Кстати говоря, мне размеры посылки не очень нравятся. По-моему, то, что там находится, должно быть гораздо большего размера, чем габариты посылки. Ну ладно, посмотрим, что есть, чего нет. Вот так выглядит содержимое. Кстати говоря, просто сложен, ничем не уплотнен. Ну ладно, черт с ним. Надеюсь, что все целое. Первое и самое габаритное. Это у нас... Это у нас такая фляга швейцарской армии. Да, сама фляга и... Так. И вот кружка к фляге. Кружка алюминиевая, сама фляга пластиковая. Ну так, вроде бы... Конечно, она потерлась. То ли из-за хранения, то ли БУ, не знаю. Тут такое горлышко. Довольно крупное, кстати. Не знаю, будет ли видно. Тут такая приблуда для гидратора. Так не пахнет, но... Немножко все-таки пластиком отдает. Надо чем-то убрать привкус и запах. Ладно, переходим к следующему. Ага. Вот это я знаю, что это такое. Это у нас швейный набор армии Бундесфера. Бундесфера, да. Так. Скажу сразу, заказывал почти исключительно ради ножниц. Вот меня интересует, как здесь ножницы выглядят. Тут еще различные приблуды есть. Ох ты. Походу новый. Отлично. Но меня интересуют все-таки ножницы. Ай. Дело в том, что сейчас найти хорошие ножницы в продаже, это такая проблема. Нет. Точно новый. Ух ты. Ух ты. Так-то вроде бы ничегошные ножницы. Но, конечно, они абсолютно не разработанные. Надо немножко смазать их. И где-то что-то цепляет. Какой-то заусинчик, наверное, что-то мешает. Ну, да. Блин, они в смазке. Больше не хочу их проверять. Они в смазке даже. Отлично. Следовательно, набор... Швейный набор абсолютно новый. Ладно. В сторону его. Если будет интересно, если будет что-то интересное в нем, я потом отдельно расскажу про него. Следующий лот. Это у нас еще один швейный набор. Но на этот раз швейный набор итальянской армии. Он был какой-то совсем дешевый. И тоже надеюсь, что здесь хорошие ножницы. Ой. Ножницы хорошие, но они... Они загнутые. Они скорее для ногтей. Для бумаги они точно не подойдут. Даже не только для бумаги, но и для... Короче, у них загнутый кончик. Но само качество... Блин, они лучше, чем те ножницы, что в бунденсверовском наборе. Гораздо лучше. Ну, это итальянцы же. Что от них ждать? Что-то они умеют. Дальше идем. Ага. Вот такая вот интересная приблуда. Это... А, вот знаменитая фирма... Фирма Leak My Fire. Мое произношение английского, оно ужасно. Поэтому... Короче, свет моего огня. Да, как-то так. Это... Это у нас солонка. Точнее, это даже не солонка. Это такая универсальная приблуда, где можно и соль хранить, можно и перец хранить, можно еще что-то хранить. Короче, различные пряности. Ай, как она открывается-то? Блин. Ноготь можно сломать. Цвет, конечно, розовый. Ну, что я скажу. Ну, что было, то и взял. Зато никто ноги не приделает. Так. Не пацанский больный цвет, чтобы ее воровать. А, еще одна приблуда от того же производителя. Это ложковилка или в простонародье ловилка. Как-то она упакована совсем простенько. Но она дешевая была, в районе 100 рублей. Причем, должна быть именно оригинальная, по идее. Ну, думаю, попробую. Посмотрю. Так-то, вроде бы... Ну, так-то она, конечно, интересная, но что-то она совсем мягкая. Совсем мягкая. Пригибается очень сильно. Ладно. Пусть будет. Так. И еще. Целый пакетик. Ладно. Получше, я покажу. Так. Во-первых, это у нас нож Бундесвера, да? Складной нож Бундесвера. Он шел в состоянии БО. Это указывалось на сайте, но... Слушайте, для БО он выглядит просто шикарно. А-а-а. Вот. А, нет. Да, вот видно, что немножко замято... Замят чехол. Совсем малость. Не знаю, даже пользовались им, не пользовались. Еще интересно, какой у него производитель. Вот это даже интереснее. А, нет. Пользовались. По ножу видно, что пользовались. Нож немножко такой... Побывавший. Так. Производителя как-то не видно. Да. Не знаю, тут есть какой-то знак. Но что он означает, трудно сказать. Не, ну состояние вроде бы отличное. Но... Ой, состояние отличное. У Шила кончик просто отсутствует. Обидно. Ладно. На то он и БУ. Посмотрим, что с пилой. Мотопила тоже отсутствует. Ай. Нет, ну пила, по-моему, новая. Ей не пользовались. Пользовались именно ножом и шилом. Пила, правда, не защёлкивается. Ну ладно. Посмотрим, что за производитель. Даже интересно стало. Насколько я знаю, эти ножи производили разные фирмы. И качество тоже было разное. Вот ещё две интересные штучки. Это крепление на молле, чтобы добавить, расширить функционал сумков или подсумков, или органайзеров. Закрепляется вот этими рожками на молле. И появляется такая дополнительная петля. В сторону. Ага. Вот ещё одна вещица. Ага. Это компас... Это компасы с креплением на ремень. На ремень часов, скорее. Производитель мне неизвестен, потому что на сайте он не был указан. Ну-ка. Чё он показывает-то? Ну, он показывает примерно на север, да. Примерно на север. Ай, сейчас можно даже проверить. Или нельзя проверить. Ладно, потом проверим. Идёт ещё китайским сравним. Ну, качество... Стоил он на сайте 50 рублей. Но за 50-то рублей вполне качество. Аккуратно сделан, кстати. Наверняка китайский, но... Китай китаю рознь. Ну, тут только местечко. Заусенец, оставший после летия. Ну, это... Просто я придираюсь уже. Ну, и показывает, да, север. Это не, как сказать... Это не бюджетерия. Он действительно работает. Правда, работает очень медленно. Очень медленно. Да. Работает медленно и в идеальных условиях. То есть, надо, чтобы точно он фиксировался в руке. Было вертикально, да. Ну, показывает. Показывает север. Так, и последняя. Последняя. Ух ты. Ничего себе они какие маленькие. Я думал, что они будут гораздо больше. Ну, это, если кто не узнал, это такие... Открывалки для консервов. Ну, это точно Китай. Ну, уверен. Называются они, по-моему, P38, да? Хотя у них тут другая какая-то маркировка присутствует. Размеры, конечно, удивляют. Сейчас даже не знаю, с чем сравнить-то. А, вот зажигалка рядом. В два раза меньше зажигалки. Я даже не знаю, удобно ли будет пользоваться такой открывашкой. Но, в любом случае, можно зато и кинуть куда-то в сумку, в рюкзак. Мешать не будет. Зато, в случае чего, может быть, и выручит. Так. И на этом, по-моему, все, да? Да, точно все. Точно все. Вот такой вот был заказ в магазине НАС-21. В принципе, я доволен. Ну, есть, конечно, некоторые придирки, но... Это уже придирки. Так что, если насмотрите что-то там интересное для себя, вполне можно купить. Люди не обманывают. Работают, указывают. Если б.у. товар, они указывают б.у. Так. Ну, пожалуй, все. Panel.